Композитор О газете Ахмедовне Жубановой можно говорить бесконечно. Это человек такого масштаба, это такая личность, равной которой, в общем-то, я не вижу и в ее время, и в общем-то сейчас. Ее музыка исполняется не только у нас в Казахстане, а за рубежом, во многих странах. Гайза Ахмедовна Жубанова – это необыкновенный человек, необыкновенный учитель с большой буквы. И я очень счастлива быть ее ученицей, студенткой. Вот те годы, когда она была ректором, и всю ее жизнь она была учителем для всех. Конечно, быть студенткой ее класса, композиции – это была особая честь. И мы помним ее каждый урок, каждый час, проведенный с ней. Она была необыкновенный человек во всех своих ипостасях. Как мать, как наша мама для своей семьи, как супруга, выдающегося режиссера Азербайджана Мадеевича Мамбетова. Как композитор, она выдающийся композитор, который написал бесчисленное количество произведений в самых различных жанрах. В истории музыкальной культуры нашей страны, любой страны, всегда были и есть персоны и личности, которые занимали особое место. Профессиональная композиторская школа о Казахстане, имя Гази Ахмедовны, оно очень известно, и место ее особое. Когда к нам приезжают иностранцы из разных стран, когда они слышат музыку ее, они удивляются и просто говорят, дайте нам ноты. Мы даже не знали, что у вас в Казахстане есть такой композитор. Мы всегда говорили и всегда понимали, что Гази Ахмедовна, она вне времени. Она опередила свое время как композитор. И вот, хотя она писала в 20 веке, во второй половине 20 века, мы сейчас понимаем в 21 веке, что она очень современна. И еще понимание ее музыки будет впереди. И о ее музыке, музыка сама говорит за себя, ее музыка. Единственное, конечно, что я хотела сказать, что когда она училась в Москве, она училась в Москве, кстати, она закончила школу с золотой медалью в Алма-Ате, она закончила Гнесинский колледж с золотой медалью, училась у Елены Фабиановны Гнесиной, и закончила консерваторию московскую, также с золотой медалью. По ее пути сейчас идет вот наша дочь, она как раз тоже вот закончила как пианистка, а теперь получает второе образование как композитор. То есть как бы композиторская династия не угасает, а вот продолжается в ее детях, внуках. КОНЕЦ КОНЕЦ К сожалению, я не знала о ее лично, но благодаря ее музыке, мне кажется, я лучше понимаю мир ее идей, ее воззрения. Мне всегда очень нравились «Четыре прелюдии», которые она написала, учась в консерватории в Москве. Ей было всего лишь около 20 лет. Может быть, она скучала в тот момент о своей родине. Мы сейчас, конечно, не знаем, почему она написала иногда эти прелюдии, но они уже тогда были богаты национальным колоритом, и сразу было слышно, что это именно казахская музыка. Я знаю, что многие люди удивлялись, как такую музыку могла написать такая хрупкая и милая женщина, как моя бабушка, и говорили, что нет, это не может быть. Эту музыку, наверное, написал мужчина. Музыка То есть ее музыка настолько сильная, настолько завораживающая, настолько проникающая в душу просто тех, кто слушает. И потом, через какое-то время, маме пришла мысль сделать из музыки к спектаклю симфонию создать. И вот сейчас эта симфония недавно исполнялась в филармонии, называется «Саразекский метафор». Тоже очень интересная музыка, и просто здорово, что наши молодые дирижеры, оркестр, что они исполняют и понимают, потому что довольно сложная для понимания музыка. Ее язык, он для своего времени был сложен. Не все понимали его, но все преклонялись перед ее профессионализмом, мастерством. И сегодня с каждым годом, с каждым десятилетиями ее музыка становится понятнее. Вся глубина ее музыки. Она говорила, что музыка должна ваша звучать. Если ваша музыка не звучит, вы не можете называться композиторами. Конечно, это всегда для нас таким девизом является. Она всегда говорила, что девушкам-композиторам всегда труднее, чем парням. Потому что нам нужно действительно больше писать, быть более требовательной к себе. И действительно доказывать, что женщина-композитор, девушка-композитор, она может писать и может писать действительно по-настоящему. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мамино творчество делится на две части, потому что у нас было пятеро детей, и вот самый младший, они его назвали Ахан в честь Ахмеда Жубанова, он ушел из жизни в возрасте трех с половиной лет, в 72-м году, и вот до этого времени у мамы музыка была такая, как вам сказать, можно сказать, радостная такая, нежная, ну очень-очень выразительная тоже, но после вот этого того, что случилось, этой трагедии в нашей семье, музыка у нее, конечно, изменилась, в ней стали звучать пронзительные трагические нотки. Она держала творческий пульс своей руки, своих ушей творческих на планете, на всей планете. Случилась трагедия на Нагасаки и Хиросима, вот эта атомная бомба упала. Боль Японии, японского народа, болью отразилась в казашке композитора Жубановой, и она сочинила. Помимо творчества, ей было важно заботиться о людях, и всегда, когда она шла в консерваторию, насколько я знаю, вот ее окружала такая толпа людей, и все от нее что-то хотели, все что-то просили, конечно, это очень важно. И она всегда заботилась о том, как будет развиваться будущее культурам. Вот мама была просто, не знаю, настолько предана музыке, настолько это было именно вот ее писать музыку. У нее был свой кабинет, вот она закрывалась там ночью, когда уже тишина, когда все уснули. И там вот происходило вот это таинство, таинство волшебной музыки ее. Очень по-человечески относилась к творческому процессу. То есть, конечно, всегда приветствовала, чтобы это была бесконечная работа, творческая, внутренняя. Всегда это были, чтобы мы писали произведения, искали свой стиль, искали свой язык, набирались профессионального опыта. Конечно, для нас очень важно было придерживать высокое звание, удерживать высокое звание учеников класса композиции Гайса Ахмедовны Жубановой. Во всех студентах, учениках, я видел талантливых людей. Действительно, я их поддерживала. Ее произведения, они исполняются до сих пор. Симфонические произведения, камерные, инструментальные, в репертуаре многих наших прославленных исполнителей. Удивительный музыкант, высоко талантливая, грандиознейшим талантом и высоко профессиональная. Вы знаете, я думаю, что это особенно важно сейчас, когда иногда кажется, что звукозаписывающая техника очень многое заменяет. Нет, это не заменяет мастерства. И вот Гадежа, она была очень талантливым композитором и высоко профессиональным. То есть в ней сочетался талант гения, я не побоюсь этого слова, вот именно с такой человеческой простотой, а это характеризует настоящих талантливых людей. Мама была долгое время ректором консерватории. Она была, как сказать, в жизни она была очень простым человеком. Ну, как простым? Она, например, могла совершенно спокойно общаться. Вот она приходила в консерваторию, ее окружало много народу, там студенты, педагоги. И она могла со всеми найти общий язык, со всеми общаться. Она всем помогала. Всем, кто к ней обращался, она всегда пыталась помочь и всегда решала вопросы. Она никому не отказывала. Она была очень добрая, очень такой, как вам сказать, человек мира, можно сказать. Я очень рада, что в этом году так широко празднуется юбилей Гайзы Жубановой и параллельно с этим юбилеем Азербайджана Мамбетова, ведь они были уникальной парой, творили вместе столько замечательных шедевров. Я хотела бы поздравить всех с этим замечательным событием. Я надеюсь, что, точнее я знаю, что ее музыка будет звучать еще в следующие тысячу или больше лет, не только в Казахстане, но и по всему миру. Есть такое выражение, все, что забирает жизнь, возвращает музыка. Вот творчество и Гайза Ахмед, ее произведения, они живы и сейчас. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Гайза Ахмедовны. И можно смело сказать, что ее творчество живо. И я думаю, что наше такое святое дело продолжать ее мысли, продолжать ее пропагандировать ее творчество. Ее музыка должна всегда звучать. Она будет всегда звучать. Это музыка на все времена. В республике отмечается так грандиозно. То есть во всех залах Астаны, Алматы и не только в других городах отмечают этот юбилей. И думаю, что ее музыка будет жить вечно. Астана 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 Субтитры создавал DimaTorzok